Текущие платежи при банкротстве. Согласно ЭЗР России, во время процедуры банкротства с физического лица взыскивают не только задолженность перед кредиторами, но и другие суммы, которые будут назначены судьей в процессе рассмотрения дела. В связи с этим может возникнуть путаница, какие именно выплаты следует делать первыми и как правильно соблюдать очередность, оплачивая Текущие платежи при банкротстве. Текущие платежи – законодательная база. Если объяснять более простым языком, то текущими платежами в подобных делах называют те издержки, которые помогут банкротящейся фирме Поддержать ее деятельность. Это дает возможность увеличить или хотя бы сохранить ту конкурсную массу, которая имеется на данный момент К таким платежам можно отнести несколько групп оплата за работу работникам фирмы, в том числе бывшим трудящимся перечисления пособий Если в контракте имеются соглашения либо денежные обязательства, которые были подписаны руководством, то их выплата также производится В обязательном порядке обязательные виды платежей в налоговую службу ПФР, а также ФСС и другие компании Обратите внимание, текущие платежи возникают только после того, как дело о банкротстве фирмы будет возбуждено официально Об этом четко прописано в законодательстве страны Схема процедуры банкротства – какие платежи по закону считаются текущими Существует определенный порядок, который направлен на удовлетворение требований сторон Если производство на данный момент прекратило свое существование, так как оно обанкротилось, у владельца компании все же могут остаться долги Задолженность может возникнуть даже после того, как судебный процесс будет завершен Банкротство застройщика, когда индивидуальное предприятие полностью прекращает свою деятельность или закрывается временно из-за банкротства Появление долгов избежать не получится У владельца фирмы возникают новые обязательства При этом физическое лицо может быть признано несостоятельным Чаще всего на практике встречаются следующие платежи – выплата компенсации пособий сотрудникам, которые работали в данной компании Но были уволены по причине финансового состояния фирмы Если в процессе суда на оплату налогов был наложен мораторий, то по завершению Заседание и после вынесения решения все платежи придется произвести, на время разбирательства могут быть заморожены некоторые штрафы И комиссии их также придется оплатить Производится оплата товаров, которые были заказаны до начала разбирательства о банкротстве Обязательно вносится плата за услуги, которые были предоставлены владельцу ранее Владелец обязан произвести уплату долгов за аренду В помещении производится оплата услуг юриста и нотариуса, а также судебных издержек, штрафы, которые могли возникнуть после продажи Имущество должника на конкурсе Важно! Мораторий на перечисление заработной платы может быть наложен только в том случае, если количество выплат значительно превышает минимум, установленный по закону Если работники были уволены, то первоначально руководитель должен перевести им средства, а уже затем заняться другими долгами Порядок взыскания текущих платежей при банкротстве Суд имеет право взыскать с ответчика некоторые виды задолженности, например, реестровые, так как они появляются до того, как назначается дата суда Отличить эти два понятия несложно, так как текущие возникают уже после заседания или во время него Стоит отметить, что существует исполнительный лист, по которому выполняются выплаты, так как они имеют очередность Очередь первая. Сюда входят судебные издержки, а также выплаты кредиторам, производится оплата вознаграждения конкурсному ответственному лицу Очередь вторая. В эту группу входит компенсация за труд работников фирмы, а также оплата выходного пособия Производятся перечисления на счета тех лиц, которые вели наблюдение за делом и принимали участие в процессе Очередь третья. В эту группу можно отнести оплату аренды и платежи за коммунальные услуги, перечисление средств в налоговую компанию, оплата штрафов и пенни Очередь четвертая. Остальные группы лиц и компаний, которым банкрот остался должен Дополнительные категории. Текущая задолженность при банкротстве имеет не только основные требования, но и дополнительные два подведа, которые не включаются в этот список Банкротство граждан, хотя в основной реестр их вписывать не положено, все же оплату производят отдельным порядком, выдвигаются требования На оплату по выявленным договорным документам, в которых не прописан тот факт, что фирма может обанкротиться Срок для выплаты наступает только после того, как судебное решение будет принято Переводы, которые положены по подписанным с кредитными поставщиками договорам или по бумагам, заключенным с государственным учреждением Срок исполнения в таком случае должен начаться только после признания банкротства Как взыскиваются текущие платежи при банкротстве Как показывают наблюдения специалистов, законодательство строго очлеживает такие виды выплат после завершения судебного заседания Взыскание выплат происходит по определенной схеме, которую должен соблюдать гражданин Сначала подается прошение о выплате, которое Оформляется на имя главы компании или финансового управляющего Следует также указать, когда возникла данная задолженность, во время подачи иска или после судебного разбирательства Банк должен получить счет, с которого будет списана данная сумма средств Если придет отказ от оплаты долга, требует высетить арбитражный суд с исковым заявлением В нем указываются требования о взыскании суммы Важно! Если сумма не будет перечислена, то работники фирмы или компании, предоставившие услуги, может обратиться с иском об уплате в суд Финансовый управляющий фирмы обязан выполнять все решения суда Если это не происходит, то на него будут начислены пение и штрафы Все текущие платежи должны оплатиться вовремя, как того требует закон Важно соблюдать очередность выплат, чтобы за просрочку не столкнуться с начислением штрафов и пение При зловостном нарушении может начаться новое судебное разбирательство